друзья всем привет сегодня такой небольшой скачок вперед сразу к дредам хочу двинцы перед подписчиками что так долго не было видео альфа аккаунт еще докачивается как ни странно на это уходит очень много времени ну естественно если вы смотрите мои видео впервые то подписывайтесь если вам понравится это видео будет больше подобного контента то есть я буду разбирать корабли как на них фармить ну как вы поняли из названия фармить мы будем с вами сегодня c5 либо stronghold либо гаррисон в разницу на самом деле не очень большая в основном я расскажу про фид и как собственно происходит сам фарм то есть у людей на самом деле возникают проблемы с этим я не знаю почему на самом деле все очень просто но в любом случае если вы прокачали дред хотите пофармить то я рекомендую вам сначала сделать это на тест сервере чтобы понять как это работает но я вам расскажу свое видение это не не является конечной точкой зрения у вас может быть своя какая-то вы можете фармить гораздо лучше я собираю универсальный фид чтобы его можно было легко слить он стоит видите 2 и 3 миллиарда всего то есть это не очень дорого и можно кстати запить его даже дешевле при желании и не так много скилов для этого нужно ну начнем мы с корабля понятно что это феникс т1 фид то есть я старался как можно больше засунуть т1 модулей то есть самый дешман самый простой в освоении скиллы если вам надо вы сами можете посмотреть к сожалению я не буду на этом останавливаться на это уйдет очень много времени я просто расскажу о том что у меня естественно вы посмотрите что он нужен для этого изучить риги т1 риги я ставлю на резисты собственно как и любой шелдовый корабль некоторые ставят на cargo hold для рефита и можно поставить на капоситор но толку в этом будет очень мало не смотрите на дамаг это неправда будет другим когда мы зайдем в симуляцию что нам нужно нижние слоты мы забиваем баллистик контролами и возим с собой гуидонс майсл гуидонс то есть на увеличение дальности у меня он один но по-хорошему их надо бы два с собой возить на всякий случай начинается все у нас с кап до респа этот фит у меня на кап до респ кто не знает когда вы прилетаете в х на аномальку к вам сразу прилетает три бэша который нейтрид и который очень больно бьют соответственно нам нужны резисты нам нужны активные кап бустер и соответственно нам нужен кап шилд бустер может быть можно попробовать анцелярку но я честно говоря не рискну и для того чтобы у нас крутилась инвулька ее можно заменить на пассивный резист но тогда будет все очень печально все-таки лучше одну инвульку оставить к ней соответственно нам нужен носфоль любая хэви носфоль но я использую dark gold мета фрукционно просто потому что она стоит не гораздо не намного больше но при этом дает бонусы в дальности и в цикле соответственно может быть в цикле я ошибся но в любом случае она идеально работает с инвулькой поэтому я использую ее верхних сотов из дамага у меня две рапида рапид торпеда ланчера и 1 xl круиз к то есть капитальная она нам на самом деле при прилете на капдаре спам желательно все три модуля капитальных все три пушки капитальные но к сожалению у меня их нет и для рефита нужно опять же ставить карга hold то есть я этим заниматься не хочу но можно вторым окном кстати подвозить пушки их скидывать и перефичивать но это тоже знаете так все очень заморочено у меня на все на майк уходит не больше двух часов то есть получается где-то 700 миллионов за два часа то есть 350 в час но можно сделать это быстрее опять же говорю если просто возить с собой еще хотя бы одну капитальную пушку и перефичивать это будет гораздо быстрее потому что большую часть времени полчаса уходит на капри капдаре сп ну и потом на дрифтера то есть смотрите ну понятно здесь лучше всего использовать офицерские модули они стоят очень очень дешево по крайней мере термал и kinetic на ем конечно стоит дороже но можно его использовать кап шилл бустер 1 кап капоситор бустер тоже 1 можно использовать 2 но там надо с этим пробовать т1 точно работает поэтому я использую его можно также поставить concord с ним будет еще проще но стоит по моему восемь раз дороже то есть тут как бы как хотите так и ставьте и соответственно к кап бустер можно тоже т2 зафитить но я проходил на т1 но тут я думаю все понятно когда мы убили с вами капдаре сп об этом будет немножко позже я еще раз покажу когда будем смотреть видео сейчас в живую фармить это очень долго поэтому будем просто просматривать видео после того как мы убили капдаре сп мы с вами снимаем наши резисты эти вот так сделаем симуляцию мы с вами снимаем наши резисты можно почти все снять мы с вами снимаем нашу носу и вместо носов и мы видим смарт-бомбу смарт-бомба должна быть с радиусом поражения больше шести километров ну желательно 7 то есть это семь с половиной она стоит 100 по моему 50 миллионов на данный момент но она необходима иначе нам не убить будет фрегата точнее мы их убьем но это расстреливать их торпедами будет очень очень долго а перефечивать там влайт пушки это мне кажется вообще маразм то есть это необходимый модуль также как и носа без носа вы не зафармите капдаре сп либо будете фармить его очень очень жестко то есть как pvp нам это соответственно не нужно чтобы уничтожать мелочь нам нужно с вами пойнтер и 22 компьютера на ракеты мы убрали резисты оставили инвульку вот к сожалению у меня данный фит по цепу не проходит поэтому мы также меняем одну один баллистик на уйденс все все запитилась все отлично сюда мы вставляем с вами пресижены и соответственно они у нас увеличивают так не знаю с вами у нас скорость взрыва и соответственно снижение сигнатуры взрыва для сам по себе компьютер и плюс заряд у нас с вами дает прошу прощения вот на скорость полета ракет на скорость взрыва на сигнатуру взрыва то есть мы их ставим 2 и дамаг реально увеличивается это по круг круизакам и по фрегатам фрегаты точнее мы убьем с вами бомбой но иногда приходится их добивать например на стронгхолде они хилятся поэтому приходится их добивать торпедами ну и по point target painter понятно для того чтобы увеличить сигнатуру чтобы наши ракеты больше дамажили после того как мы с вами убили прошли аномальку у нас с вами остается дрифтер на дрифтер мы опять делаем то же самое мы снимаем в принципе все то что нам нужно было на сигнатуру можно защитить сетку но толку от нее очень очень мало можно запустить вторую инвульку но это тоже может быть проблема если у вас нос его неправильно работает да на дрифте нам с вами нужно нос по а видишь нет ну в принципе тот же самый мы вот вот в этом фите я убивал последнего дрифтера поэтому он подойдет сто процентов ну и соответственно шилл бустым amplifier он всегда у нас остается всегда остается у нас капшилл бустер и всегда остается капаситор бустер все они стоят на месте а мы играем только вот этими четырьмя модулями ну и соответственно двумя либо одним модулем снизу ну плюс damage control я считаю что он здесь необходим можно его заменить на карго холд опять же но будет пожестче ну давайте тогда фит мы разобрали посмотрим как это все делается живую то есть fit недорогой и соответственно нам двум 2 и 3 миллиарда нам нужно 140 миллионов стоит бомба ну пойнтера два компьютера в принципе все да ну то 150 миллионов сверху обязательно нам на фарм нужен трактор нам нужны мобиль мобильные варп дизраптора для того чтобы дрифтер от нас не улетел и нам нужны мобильные депошки сразу по прилету вы выкидываете депошку и можете перефичиваться после капдореспа вы перефичиваете ставите бомбу и соответственно проходите все на мальку ну и здесь ставить компьютеры перед тем как использовать бомбу соответственно депошка убирается внутрь чтобы она не взорвалась и также наш трактор убирается внутрь чтобы он тоже не взорвался нафига нам нужен трактор принципе он нам и не нужен но я подвожу вторым окном например батарейки либо стронцом если заканчивается топлива на всякий случай но и батарейки соответственно батареек полный ангар вот видите я прошел на мальку 25 штук у меня осталось то есть при правильном подходе можно без всяких тракторов без всяких вторых окон спокойно проходить но лучше второе окно иметь на всякий случай чтобы подвести тот же стронцом и батарейки все зависит опять же от вашего дамага так но давайте тогда перейдем непосредственно уже просмотр нашего фарма ну первоначально фарм вообще начинается с разметки то есть мы делаем букву буквы можно сделать либо прилетев на капсуле либо на какого-нибудь коверклочном корабле прилетаем 100 выбираем какой-то объект размечаем и варпаем на него непосредственно перед самим варпом проверяем все ли у нас есть на месте если у нас самая важная депошка батарейки и топляк чтобы мы могли перефититься все остальное уже вторично но лучше проверить все включая торпеда потому что когда вы будете внутри если у вас чего-то нет то вы можете либо привести это на втором окне либо если у вас нет второго окна то скорее всего вы сдохнете размечаем нашу панельку управления чтобы было удобно ну и соответственно варпаем в аномальку и начинаем фарм сразу по прилету к нам приварпает кап до респ давайте немножко ускорим приварпает кап до респ три бэша который очень жестко нейтрит и очень сильно бьют ну видите три штуки они прилетели уже в дистанцию атаки соответственно на одного из них мы сейчас кинем носфу чтобы сосать с него капу чтобы у нас работала все время инвулька а откачка у нас будет происходить следующим образом когда у нас закончится капа мы жмем батарейку одновременно с ним жмем сразу откачку щитом либо соответственно если у вас арморный корабль то откачку армор репеер давайте в принципе я думаю тут все понятно нашу основную не письмо не трогаем мы убиваем сейчас только обзорез ну вот видите я бью пока что ортус потому что до кораблей торпеда не достают у них 47 километров вот началось давайте опять ускорим ну и в принципе все остальное видео будет ускорено и потому что здесь особо не на что смотреть можно сажать бустеры если есть желание но ведь капу потихонечку высасывают мы откачиваемся пока к поесть до full щита когда капа уже нет то увидите я жру батарейку одновременно с ней сразу же прожимая щит когда у нас три корабля в капдореспе вот в этом фите в т1 то обязательно нужно держать фулл щит потому что мало ли что мало ли вы не прожмете примеру щита вас не прожмется либо вы попадете на цикл нейтриков и просто не успеете активировать щит чтобы был какой-то запас видите носово крутится одновременно с инвулькой то есть он у нас все время работает даже если мы не жрем батарейки ну таким образом мы убиваем потихонечку капдоресп выкидываем наш наше депо нашего трактор ну и соответственно после того как мы убили капдоресп мы перефичиваемся что в принципе видите и после этого начинаем уже расстреливать основную непись больше капдоресп не будет если вы не прилетите на другом капитале там есть капдоресп на капитал на кару и по моему на мазершип но к сожалению выход этого всего нет у нас по крайней мере поэтому я оформлю с одним капдореспом раньше это было очень выгодно сейчас это уже в принципе абуза то есть убив капдоресп очень много не получится там что-то около 60 миллионов ну потихонечку разбираем непись вот у нас осталось два бэша последних мы их также убиваем спокойненько уже можно в принципе перефичиваться частично то есть я убрал смарт-бомбу запитил обратно носфо ну видите компьютеры крутятся ими можно либо увеличивать уменьшать точнее сигнатуру взрыва либо увеличивать дальность полета все они нам больше не нужны мы их убираем я сейчас прилетаю вторым окном вы увидите перевожу себе дополнительные батарейки топляк на всякий случай потому что мало ли кто-то зайдет систему дыр в принципе нет но если они появятся чтобы я был готов к пвп прилетела второе окно трактор засосал батарейки топлива в принципе вот наш дрифтер дрифтер вызывается очень легко можно нужно просто стрельнуть по по его структуре но и в принципе сам дрифтер видите у него резисты ровные кроме термала на шилде и нету резиста на ем в арморе то есть сначала бьем термалом потом мы бьем емом по армору ну собственно вот он умер я попробовал побить немного структуру но она очень жирная мне просто жалко честно говоря ракет проверять дропнуться с нее что-то или нет после того мы собираем весь лут ну и летим сальважить сейчас посмотрим сколько у нас вы выходит всего этого дела сальвак вот он сальвак 70 миллионов соответственно нужно обязательно иметь какой-то ну у меня ногтис самый лучший сальважа корабль с бонусами а сальваж в принципе можно на любом корабле даже на самом дредноуте если вам захочет захотите его перифитить это возможно ну и дроп с дрифтера 300 миллионов сама анамалька дает примерно 270 300 ну вот считайте общий где-то 600 90 ну 700 может быть в лучшем случае будет если хороший сальвак за два часа то есть 350 лямов в час по мне так это нормально вот если понравилось подписывайтесь ставьте лайки я попробую сделать для вас побольше контента у меня на этом все ну будем ждать альфа клона теперь